Затем он поступает на отделение в университете музееведения, заканчивает его с отличием и уже во время новой советской зарождающейся власти начинает работать хранителем нижней дачи в Петергофе. И в 1937 год при Славуке наступает, по доносу его хозяйки, хозяйку, которой он снимал квартиру, он осужден на 10 лет лагерей в Пермском крае. И с формулировкой, статья 58, часть 1, поклонение иностранным, восхищение иностранной действительности. А всего лишь Геиченко на своей кухне было сказано, как прекрасны дворцовые ансамбли во Франции, где он никогда не бывал, но прекрасно знал историю художественных этих мест. И тут же это было донесено до соответствующих органов. После начала войны в 1941 году Геиченко в составе штрафных батальонов, чтобы уступить вину перед родными кровью, уходит на фронт. Воюли здесь, на Псковщине, близ Новгорода. Затем во время кровопролитной лужской операции в 1944 году получает страшное ранение. Он был минометчиком во время Великой Отечественной войны. Ему ампутирует руку, у него пробито бедро и голень. Четыре месяца госпиталей в тылу. Там, в госпитале он и встречает молодую медсестру, Любовь Джалаловну, уроженку вор, в которую влюбляется всем своим сердцем. Именно она и ставит его на ноги. Затем он возвращается в Петербург. И когда уже ясен перелом войны, до победы остается несколько месяцев, Вавилов, глава Академии наук, назначает его сюда, в Пушкинский заповедник, для восстановления этих мест. Надо сказать, что Михайловское вошло в свод первейших объектов восстановления в стране. Дело о разрушении Михайловского было заслушано на Нюрбернском процессе. И Пушкинский уголок, один из первых, будет восстановлен. Уже в 1949 году Гейченко с небольшой командой единомышленников удается восстановить и открыть дом-музей поэта в Михайловском для первых посетителей. Все годы, все 40 лет, что он будет директором, будет жить именно в этом доме. Небольшая часть коллекции самоваров, которые Гейченко собирал, выставлена на веранде. Больше 400 единиц самоваров находятся в фондах Пушкинского заповедника. Здесь лишь малая толика. Сохранилась и дощечка на доме. Здесь не музей, а квартира, а музей дальше. Многочисленные паломники шли сюда, как и мы с вами, через поляну. И, видя первую постройку, считая, что это и есть дом Пушкина. Уже сам Гейченко отправлял их дальше по цветочной аллее к Михайловскому. В советское время до миллиона посетителей в год посещало пушкинские места. Сейчас эта цифра более скромная. В прошлом году 300 тысяч посетителей принял пушкинский заповедник. Ну, потому что в советское время были разные путевки, везли по езду.